Всем привет! В этом коротком ролике хочу поделиться некоторыми полезными советами, которые и сам использую в своей домашней кулинарии. А прежде чем начать, предлагаю своим новым зрителям подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить как новые советы, так и рецепты приготовления блюд, которых на моем канале сейчас уже больше полутора сотен. А еще предлагаю и своим постоянным зрителям, и новичкам написать под этим видео, используете ли вы перечисленные ниже советы в своей кулинарии, какие именно, и интересен ли вам этот формат, стоит ли мне его продолжать дальше или нет. Итак, приступаем. Первый совет, не по важности, хотя просто он в этом списке стоит первым. Для салатов и винегретов картофель, свеклу и морковь лучше варить в кожуре, а очищать уже после того, как они сварятся и остынут. И тут же связанный по смыслу с первым советом второй полезный совет. Вареные овощи нельзя хранить в воде, где они отварились, так как они становятся водянистыми и невкусными. Их следует сразу же откинуть на дуршлаг. Третий совет, не следует холодным молоком разбавлять пюре, оно приобретает серый оттенок и неаппетитный вид. Выливать нужно только кипящее молоко и понемногу, чтобы не образовались комочки. Четвертый, достаточно салатницу натереть чесноком, чтобы все блюдо приобрело аппетитный чесночный запах. Понятно. Пятый совет. Сметанную заправку лучше не перемешивать с овощами, а просто положить ее в виде белого пятна на салат. Этот совет актуален скорее для праздничных столов, особенно когда за ним будут гости. Просто красивее будет выглядеть произведение кулинарного искусства. Шестой. Чем свежее зелень, тем больше в ней витаминов. Тут, думаю, без комментариев понятно. И обратите внимание на седьмой немаловажный совет. Салаты из свежих овощей готовятся и заправляются перед самой подачей к столу, иначе они могут потерять привлекательный вид. Восьмой совет тоже касается салатов. В одном из своих роликов я об этом уже говорил, но не объяснял почему-то. Так вот, растительное масло подливаете в салат только после того, как салат посолили. Добавили уксус и перец. Соль в масле не растворяется. Девятый совет наверняка знают все владельцы холодильников. Ломтик лука, положенный в холодильник, поможет уничтожить все неприятные запахи. Десятый совет касается большей безопасности здоровья. Не храните салаты в металлической посуде. Имеющиеся в салате органические кислоты окисляют металл, а появление окислов может вызвать отравление. Одиннадцатый совет касается того, что и сколько варится. Морковь бывает готова через 25-30 минут. Щавель и шпинат через 10 минут. Картофель 25-30 минут. Кстати, белый картофель варится на 5-7 минут меньше, чем розовый. Капуста варится 30-50 минут. Свекла 1 час 15 минут. Есть, правда, еще и скоростной метод варки свеклы. Как-нибудь при случае покажу его в одном из своих будущих роликов. И на сегодня последний двенадцатый совет. Супы пюре готовят из овощей, круп, мяса, птиц и грибов. Они очень питательны, легко усваиваются. Их рекомендую для лечебного и детского питания. Вот пока все. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, если ролик вам понравился. Делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока.